Партфон, линии связи, сервер, здание, офисы, наконец, или дом, в котором мы работаем, сделаны не из цифр, они сделаны из многообразного вещества, как и весь наш организм, в том числе и наш главный производитель информации, мозг. С использованием в качестве строительного материала не двух виртуальных цифр, единицы и ноль, ну как компьютеры, а всех сложнейше устроенных материальных, а не цифровых, химических элементов таблицы Менделеева. Поэтому бедный, однообразный и убогий виртуальный мир никогда не сможет заменить наш реальный материальный мир, богатый и разнообразный. Все перечисленные технологии и изобретения, как материальные, так и информационные, служат достижению двух взаимосвязанных целей. Первое. Повышение уровня жизни человека за счет увеличения объемов и качества потребления, как материального, так и информационного потребления. Причем в последнее время с тенденцией сильного перекоса в сторону цифры. Второе. Увеличение прибыли, опять же, за счет оптимизации процессов производства, как материального, так и информационного. И снова, ну, с тенденцией сильного перекоса в сторону цифры. Хотя мир наш материальный, как я уже говорил. Очевидно, что и то, и другое, ну, цели краткосрочные. Вероятно, в современном мире иначе быть и не может. Вот, в любом бизнесе планы составляются максимум на пять, в исключительных случаях, ну, на 10 лет. Добрый вечер всем. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной, как меня слышно. Сегодня у нас среда, 17 февраля. Вот, и мы проводим наш традиционный вебинар. Отлично, Елена, спасибо. Так, ну, это было у нас такое, вот, это видео, это была запись, итоги 2020 года. Вот, Анатолий Дорочуницкий лично рассказывает об итогах, вот, и планах развития на следующий год. Поэтому такой, я думаю, что мы его начали смотреть сейчас потихонечку, и потом еще, наверное, в конце я его включу, мы его досмотрим. Вот, ну, рад всех вас приветствовать сегодня. Вот, и, ну, программа, она сегодня, я думаю, будет такая. То есть, я сейчас пробегусь по презентации, вот, учитывая, что у нас тут Елена Волковыске, я думаю, там какие-то у нас есть гости интересные. Вот, да, Ольга, добрый вечер. Ну, и маленькая презентация, минут так на 20, я думаю, ну, в принципе, стандартная. Вот, и потом будут новости, кое-какие новости интересные. Вот, и тоже минут так на 20, я думаю. Вот, ну, и обсудим, да, у нас сегодня тема презентации у нас, в том числе, как инвестору не только заработать, но еще и оставить свой след в истории. Вот, поэтому, слушайте до конца, вот, и, ну, я думаю, что все поймете, в чем и заключается эта идея. Так, загружаю нашу презентацию и приступим. Так. Зовут меня Алексей Наумович. Вот, я живу в Минске. Так, картиночка видна, не видна? Сейчас проверим. Картиночка у нас почему-то у меня не совсем видна, но попробуем еще раз перезагрузить. Да, есть. Второй слайд. Есть. Зовут меня Алексей Наумович. Я по образованию инженер-программист, то есть, в принципе, технарь. Вот, по первому образованию. По второму образованию я финансист. Закончил институт бизнеса при БГУ. Вот, поэтому я рассматриваю, ну, у меня свое видение в данной проекте. Есть свое такое, свои какие-то интересные аспекты. Вот, с 2014 года я стал инвестором в проекте, вот, и партнером. И с тех пор, в принципе, уже 6 лет, получается, активно его продвигаю, рассказываю людям, поддерживаю Анатолий Дарвича. Как видите, вот я здесь с ним на фотографии. Вот, ну, и двигаем проект вперед к новым вершинам, к новым горизонтам. Здравствуйте, Зоя. Добрый вечер. Ну, и с 2018 года уже, в принципе, по маркетингу я стал топ-экспертом. Вот, ну, и сейчас провожу даже такие встречи, вебинары для белорусов. Ну, в принципе, могут подключаться не только белорусы, могут подключаться кто угодно. Вот, ну, и мы продолжаем, так сказать, нести эту информационную часть в массы. Это тоже фотография из Экотехнопарка. Вот мы, это было в сентябре. Здесь встречались как раз, вот видите, Анатолий Дарвич Юницкий с супругой. Вот, ну, и активные наши партнеры из Белоруссии. Вот, и в том числе из Германии даже. Вот. Ну, и начиная презентацию проекта, вот, начнем с проблем современного транспорта. Я думаю, что, в принципе, все знают о проблемах в транспорте, их много. И это единственный, наверное, оттест, который еще не претерпел значительно каких-то перемен. Вот, и даже несмотря на то, что вот такие картинки рисовали 100 лет назад, это 1914 год, это были марки, такие открытки. Вот, ну, и уже здесь тогда люди думали, что через 200 лет у нас будут поезда летать сверху, как видите, между небом и землей. Вот, ну, пока мы к этому, точнее, они это планировали на 200 лет вперед, а мы уже к этому пришли через 100 лет. Поэтому мы, можно сказать, опережаем. Вот, но пока еще только приближаемся. Ну, это, по сути, хаос на дорогах, которые они тогда уже думали об этом. Ну, в принципе, хаос на дорогах, он уже сейчас есть. Вот, если посмотреть на вот эту, на этот слайд, то мы видим, что хаос на дорогах, он уже есть. То есть это многополосное движение, это пробки, вот, как вот в Индии, ну, аварии, то есть вопросов. В транспорте хватает. И как в транспорте пассажирском, так и в грузовом. То есть это тоже касается контейнеров, это, ну, логистика, это очень сложная штука. Вот, привести пример с заказом товара из Китая, все знают. То есть я думаю, что многие заказывали. Найти какой-то предмет, это, там, пару минут зашел на сайт Алиэкспресс. Заказал денежку, отправил тоже за пару минут. И потом долгие дни ожидания, дни, недели, вот, пока дойдет товар. То есть это очень такой продолжительный период. Поэтому проблему нужно решать. Вот, и мы, в принципе, есть решение. Ну, помимо того, что боремся с пробками в городах, есть еще также у нас природные явления. Вот, кто-то борется со снегом, Канада, Россия и так далее. Кто-то борется с песками, как Объединенные Арабские Эмираты. То есть, в принципе, все борются с сегами. Кто-то борется с паводками, кстати, это вот в Латинской Америке. Недавно у нас тут партнеры из Аргентины тоже говорили, у них там пошел дождь. Залило, там воды по пояс, вот такие вот вещи встречаются. То есть там разборные мосты применяются, ну, тоже много проблем в транспорте. Ну, помимо того, что мы боремся с стихией, мы еще, человечество, в принципе, довольно сильно загрязняет ее. Это вот выбросы всевозможных нефтепродуктов, это угарные газы, которые мы ощущаем в городах. Вот, особенно зимой по Минску идешь в центре, и прям чувствуется такой ядовитый запах выхлопов. Поэтому, ну, эта проблема тоже довольно серьезная. Ну, эта картиночка немножко, наверное, из прошлого, но, тем не менее, тоже она показывает, насколько беспощадно человек губит природу с помощью транспорта. Иногда думают, что спасение у нас стоит за электрокарами. Ну, в какой-то смысле, в каком-то сфере, да, но пока у нас электричество вырабатывается, ну, в основном большая его часть, это вот путем сжигания угля, газа, нефти или еще каких-то там вредных. То есть выбросы идут где-то в другом месте. Ну, по сути, в городе почище становится, но тоже это как бы не совсем то решение. И если с точки зрения посмотреть, вот мы посмотрели проблемы в транспорте с точки зрения использования, вот с точки зрения строительства тоже взглянем, то есть, чтобы построить дорогу. Я думаю, у нас есть там много партнеров из Гродно. Все знают, что дорогу в Гродно строили, ну, наверное, лет пять. То есть, ну, вот такая картиночка, как здесь слева трактор, то, ну, насыпи, вырубка леса, насыпи, песок, щебень, слой асфальта. То есть, ну, это очень-очень долго. Я помню, зимой ездил туда-то несколько раз в Гродно, едешь, машина вся грязнющая. Вот, ну, это долгий процесс, дорогой процесс. Поэтому вот справа у нас поезд, тоже попробуй представьте, прорубить такой тоннель в горах. То есть, это все сложно и дорого. Вот поэтому, да, искали параллельно, ну, люди искали решение, каким образом все-таки обойти. То есть, делали надземное решение, делали вот такие вот, ну, все это выглядит массивно и, опять же, дорого и неэффективно. Это тоже попытки немцев. Кстати, очень довольно такое интересное решение. Вот, но оно, опять же, выглядит довольно громоздко. Вот, и оно до сих пор функционирует, кстати говоря. То есть, можно сказать, наш прадедушка, можно так сказать. Вот, ну, и это китайский вариант. Вот, и сейчас уже на сегодняшний день есть решение всему этому. Это варианты с канатными дорогами, с... То есть, это вот такой тоже вариант. Вот, но есть лучше. Вот, этим идеальным решением, наши партнеры, кто уже давно следит, знают, что это за решение. Мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. И это сказал Анатолий Дорьевич Веницкий, генеральный конструктор транспорта Skyway. Вот, и видите на картиночке прекрасное изящное решение, которое уже функционирует. То есть, если мы раньше показывали в 2014 году картиночки, просто как это будет выглядеть. Сейчас мы показываем уже, как это уже выглядит. Вот, это два вида подвижного состава. Один легкий, двухместный и городской юнивус справа. В основе технологии лежит струна. Иногда называют этот транспорт струнным. Вот, но это не означает, что транспортные средства передвигаются по струне. Это означает, что струна это как элемент конструкции. То есть, по сути, рельс он по виду точно такой же прямоугольный, но внутри в нем вшиты вот такие вот струны, которые позволяют сделать путь идеально ровным, если это необходимо, позволяют сделать его прочным и в то же время очень гибким. То есть, это очень, казалось бы, простое, но гениальное решение, которое позволяет делать вот такие вот красивые, такие большие, большие пролеты. Причем это ажурные, то есть тоненькие, нет этих тяжеленных столбов, бетонных конструкций и так далее. То есть, это изящная, красивая конструкция, которая уже ездит, которая уже, уже те, кто наши давние партнеры, они уже катались, поэтому могут, уже знают. Вот. Ну, сам струнный принцип, он известен достаточно давно и применяется в мостах всевозможных принцип преднапряженных струн. И его, в принципе, использовали в данном решении. Преимущества тут, в принципе, очевидные. То есть, преимущество вообще дорог, которые проходят над землей, ну, это очевидно. То есть, не надо нам копать какие-то траншеи, не надо нам струбать горы, не надо нам где-то засыпать реки. Вот. Поднял, просто выбиваются две сваи слева-справа и натягивается вот этот струнный рельс. И, в принципе, уже идеально ровное полотно, по которому можно перемещаться. Есть несколько видов подвижного вот этого полотна. То есть, есть идеально ровное для городских решений вот сверху. Мы видим также, есть идеально ровное, причем это двухэтажное, то есть в центре фирменная конструкция. Сверху может перемещаться высоко скоростной, а снизу городской вид транспорта. Ну, и такая вот, на третьем рисунке, с провисом. Естественно, скорости варьируются, то есть везде по-разному. То есть, это для разных условий, для разных применений. Где-то в городе, где-то надо через реку перейти, где-то надо делать между городами скоростную. Поэтому все везде оно. Вот иногда спрашивали, кстати. Из-за Азербайджана у них там ветра, много ветров. И они спрашивают, что насчет того, что у нас тут много ветров, будет ли шататься. Ну, вот первое решение, которое мы видим справа сверху, это вертикальный полужесткий путь, которому, в принципе, никакой ветер не страшен. И будет все достаточно хорошо ходить и эксплуатироваться. Дальше у нас это тоже реальная картинка, красивая, из экотехнопарка у нас под Минском. Поэтому вот тоже можно полюбоваться. Это тоже абсолютно реальная картинка. Это 2019 год, экофест, август месяц. Многие из вас уже там были. Вот люди, видите, ходят снизу. И здесь продемонстрирован городской, большой городской Юнибус. И сверху продемонстрирован высокоскоростной Юнифлэш. Сейчас у него название. Ну, и по-русски ЮниЛед, по-английски Юнифлэш. Подвижной состав, который будет достигать скорости до 500 км в час. То есть на секундочку эта скорость очень и очень приличная. 500 км в час. Скорость, которую мы будем тестировать в ближайшее время. Это тоже фотография из экотехнопарка. Красивый закат. Мне нравится эта фотография. Прям можно... Кстати, здесь изображен вот этот тоже городской снизу Юнибус. И сверху на струне для гор, для решения. Тоже вот такое двухместное красивое возможно применять. Так, ну и что у нас тут дальше? Автором всего этого является Анатолий Юницкий. Это инженер. Он всю свою жизнь посвятил транспорту со студенческой скамьи. Уже больше 40 лет он прорабатывает эту тему. То есть это не какое-то внезапное решение, которое раз вспыхло и вот оно, пожалуйста. То есть это всю жизнь человек посвятил этому разработке. И вот были множество конференций, были множество опытов, были в Подмосковье, строили эстакаду, гоняли ЗИЛ. То есть это был большой-большой-большой путь, которым и мы, которые сейчас проходим, фактически прошли и уже стоим на пороге внедрения уже в конкретные адресные проекты. Огромное количество книг написано им, им лично. Вот, кстати, недавно вышла тоже книга «Инженер» называется «Нас можно купить в магазинах». Поэтому посмотрите, есть новости по этому поводу. То есть книга «Инженер», то есть про жизнь Анатолия Юницкая. Кстати, очень красивая книга. Там много картинок, прямо уже таких свежих. Поэтому всем рекомендуем. Но особо отличившимся некоторые могут получить в подарок. Вот, за некоторые заслуги. По поводу, как же достичь, вот я назвал скорость 500 км в час, как же вытянуть такую скорость? Ну и очевидно, что это не просто так. То есть если посмотрим коэффициент аэродинамического сопротивления, снизу у нас машинка, он 0,4, а сверху наш Юнифлэш, у него коэффициент в 10 раз лучше. То есть сопротивление воздуха в 10 раз меньше, соответственно, это дает возможность разогнаться до такой большой скорости. Вариантов масса. То есть есть решение для города, есть решение для междугородних. То есть на 2 человека, на 6 человек, на 14 человек. То есть все зависит от того, где будет эксплуатироваться трасса. Поэтому тут тоже довольно гибкое решение. То есть как с точки зрения подвижного состава, так и с точки зрения эстакад. Иногда спрашивают, свалится или не свалится. Отвечаем, что не свалится. Есть специальная противосходная система, которую удерживает транспортное средство на рельсах. Поэтому не волнуйтесь, не свалится. Ну и если посмотреть еще раз то, что я говорил выше, обобщить, то в принципе по всем этим видам показателей Skyway находится на лидирующих позициях. Он отмечен зеленым цветом. Что по капитальным затратам? Это затраты, которые на строительство дорог. Понятное дело, одно дело бетонные огромные массивные какие-то балки. Выстраивать. А другое дело тоненький ажурный рельс. То есть капитальные затраты несравнимы. По эксплуатационным расходам то же самое. Одно дело чистить от снега, от песка, от грязи. Каждый год делать латочный ремонт. А другое дело, эта дорога находится над землей. Ее не надо никак чистить. Она сверху, на нее ничего не летит. Поэтому по эксплуатационным расходам тоже здесь минимальные. По расходу энергии абсолютно точно так же. То есть учитывая сопротивление воздуха, как я уже сказал, 10 раз ниже, то тоже по расходу энергии намного экономнее. Плюс применение мотор-колес. Это довольно высокоэффективное решение. Все это приводит к довольно низким расходам энергии. Пропускная способность может быть максимальной. То есть даже больше, чем метро. Я думаю, что у вас там маленькие кабинки. Сколько вы там увезете пассажиров? На самом деле маленькими кабинками можно пускать каждые 2 секунды. И в итоге перевезем больше, чем московское метро. Это тоже такой интересный момент. По загрязнению окружающей среды здесь тоже понятно. Так как это электротранспорт. И он в том числе может работать от солнечных батарей. Учитывая его экономичность. Поэтому тоже по показателю наилучший. Транспортная аварийность минимальная. Ну, тут достаточно все прозаично. То есть просто достаточно поднять транспортное средство над землей. Все. И мы избегаем столкновения с животными. Избегаем столкновения с другими транспортными средствами. То есть, в принципе, вся деятельность, вся активность биологическая, она остается... То есть мы как бы разделяем. И поэтому тут тоже все понятно. Вот поэтому и было вначале, что такое идеальный транспорт. То есть, в принципе, по всем параметрам это идеальное решение. Ну, тоже видим здесь Univind, Unibike, Unicar, Unibus и Unibus, который уже Uniflash. Вот. Помимо городских решений для человека, для пассажирских решений, есть также решения и грузовые в том числе. И, кстати, вот по контейнерной перевозке тоже очень популярный вопрос. Вот. И сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах он стал довольно остро. Вот. И Антон Дорочевницкий решил даже отойти от бизнес-плана изначального. И решили еще сделать дополнительные решения для перевозки контейнеров. Потому как это отдельная огромная ниша, вот, которую также, ну, в ней заинтересованы очень многие частные компании крупные. Будет выглядеть, например, вот так, как на картиночке слева. Вот. Ну, и грозовой для сыпущих грузов, он справа тоже показан. Естественно, огромное количество сертификатов пройдено, тестирований. То есть это все-таки возить не дрова, а людей. Вот. Поэтому множество патентов, сертификаций, дипломов всевозможных. Поэтому, ну, это огромная-огромная работа. Как я уже говорил, на протяжении 40 лет таких дипломов скопилось очень много. Вот. И все нужно проверить, все протестировать. Это наш, одно из наших зданий, которые находятся в Минске. Причем в собственности. То есть это собственное здание. То есть те инвесторы, которые поддерживают проект, они являются совладельцем в том числе вот этого здания. Компьютерная техника, видите, наши инженеры. Уже больше тысячи человек, заметьте, тысячи человек. То есть, по сути, ну, то есть вот взять другие там промышленные какие-то компании, там, гиганты. Вот взять, допустим, наш, по-моему, ТЗ, Минский тракторный завод, по-моему, 16 тысяч человек. Это огромное предприятие, там, уже, наверное, сколько ему лет, 50, Минскому тракторному заводу. И у них 16 тысяч человек работает. А у нас молодая компания, стартапа уже тысяча человек. И это только на данном этапе. Вот, когда начнется строительство массовое по всему миру, то у нас, ну, тут даже, может быть, не 16 тысяч человек будет работать, а все 160 тысяч человек. Поэтому, ну, это очень, я считаю, это много тысяч человек на текущий момент. Вот, ну, я думаю, что... Вот, кстати, это здание, которое сейчас показываем, это новый офис. Вот, и из того офиса уже сейчас переехали все вот в это здание, чтобы все инженеры находились в одном месте. Тут 10 тысяч квадратных метров. То есть, в принципе, уже с запасом. Вот, на всех хватает. Вот, я был в декабре, туда ездил. Вот, ну, вы тоже можете подъехать. Новая бьюиска, посмотрите, фотографируйтесь. Можно сходить, посмотреть. Кстати говоря, вот по поводу вот этого здания. В марте, ну, вообще весной планируется делать дни открытых дверей. Вот, то есть, когда, ну, у нас сейчас Беларусь является таким неким хабом перелетным. Вот, и часто люди пролетают, допустим, ну, из какой-то страны в другую через Минск. Вот, и поэтому, так у нас инвесторы со всего мира, те, кто прилетают в Минск, и есть какое-то, допустим, время на пересадку, ну, или вообще гости столицы, могут... Ну, будут такие выделяться дни, возможно, это будет раз в месяц. Вот, и в эти дни можно будет посетить здание струнных, ЗАО Струнной Технологии, либо Юнистский Струн Технологич и посмотреть, пообщаться. Ну, это будет, я думаю, интересно. Это наше производство, производственный цех, где уже собирают мелкосерийные партии подвижного состава. Ну, вот, тоже находится в Шабанах, в Минске, тоже такая отдельная, тоже в собственности, поэтому тоже наш объект еще один. Ну, это, если так обобщить, есть здание, где находится интеллектуальный состав, то есть наши инженеры, которые все проектируют. Есть здание, где все это собирается мелкосерийно, есть участок, полигон, где все это тестируется. Вот, находится он в Марьиной Горке, это час езды от Минска, где построено уже пять действующих трасс построено, и плюс две сейчас достраиваются, в том числе по контейнерной перевозке. Вот, и там два вида тяжелых, тяжелые трассы. Вот, шестая, седьмая. И рядышком здесь, кстати, находится у нас еще крестьянское фермерское хозяйство Юницкого. Вот, и здесь весной у нас уже будет запущена первая такая, первая пилотная трасса, которая будет перевозить рыбаков. Ну, такое как бы решение для того, чтобы, допустим, гости какие-то приезжают, так как у нас это закрытая территория, чтобы можно было тем же нашим гостям прокатиться на этой трассе, посмотреть все это сверху, ну, и прочувствовать все прелести технологии, когда ты перемещаешься над землей, безопасно, комфортно, вот, и, ну, красиво. Это фотографии из этого экотехнопарка. Вот, и помимо того, что у нас в Марьиной Горке в Белоруссии есть экотехнопарк, также сейчас строится салон продаж, можно так сказать, в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть тоже здесь строится несколько тестовых трасс, которые конкретно заточены уже под жаркий климат, потому как у нас, в принципе, мягкий климат, там у них суровый с точки зрения высоких температур, солей, влажность, то есть немножко другая, поэтому под эти условия строится также салон продаж, который, в принципе, они и будут в дальнейшем обслуживать. Наш будет обслуживать европейский регион, а тот будет обслуживать регион арабских стран, вот, и Мена-регион. Ну, Мена-регион – это Миддл-Ист и Нос-Африка, то есть Восток и Северная Африка. И там уже тоже действующие трассы, там тоже четыре трассы сейчас строятся, одна уже готова, вот, и другие тоже там на подходе. Перспективы. Это мы обрисовали проблемы, обрисовали, что есть уже у нас решение, которое фактически уже готово. И, ну, перспективы использования – это вот, что касается городов, вот это вот такое вот решение. Видим, люди находятся на нижнем уровне, люди и машины. Чуть выше мы видим, это могут быть высокоскоростные транспортные средства передвигаться, еще выше городские решения, то есть вот станции будут выглядеть, пересадки будут выглядеть вот таким образом. То есть не надо будет лезть под землю, то есть мы заходим в здание, вот, если нам надо, там, Минск-Москва, садимся, поехали. Если нам надо где-то по городу, тоже поднимаемся чуть выше, там пересадочка и поехали. То есть это вот такой уже эскиз того, как это будет выглядеть в городе. Ну, и помимо того, что решение будет не драться в существующих городах, также, естественно, города будут расширяться, потому как, ну, чем больше скорость, тем дальше можно жить от города. То есть если бы мы, ну, учитывая, допустим, вот сейчас многие живут за городом, то есть, в принципе, 10, там, до 30 минут езды, ну, люди покупают дома и приезжают в Минск, работают. Вот если у нас скорость 500 км в час, то, по сути, мы можем жить на расстоянии, там, 200-300 км от Минска, например, и спокойно, комфортно добираться в город на работу, если это необходимо. Вот, поэтому тоже такие варианты, как линейные города, то есть могут появляться. Вот, и это уже отдельная история, ну, то есть это, можно сказать, отдельный разговор. Это, ну, в принципе, вообще отдельный уклад жизни, который, ну, можно только себе представить. Ну, сейчас долго в нем не будем, про него можно очень долго говорить, но это такой вид загородной жизни, когда мы можем комфортно перемещаться на больших скоростях и будет очень здорово. Ну, и это пример дорог, то есть мы можем выстраивать дороги вот таким вот образом, то есть это можно, ну, учитывая скорость, можно и, в принципе, легкость прокладки, и прокладки дорог, именно строительства дорог. Мы можем зайти в самые отдаленные регионы, вот взять даже ту же Россию. То есть те места, куда не добраться, вот на севере, на самом, куда, то есть там, там у них, по сути, летом высокие температуры, зимой низкие, там где-то, то есть что-то замерзает, потом летом это отмерзает и превращается в болото. То есть пытались там строить какие-то железные дороги, вот, но не получалось. То есть, допустим, в один сезон-то железная дорога стоит, наступает другой сезон-то железная дорога просто тонет. Вот, то есть, а здесь вот этот струно-свайный принцип, можно его проложить дорогу хоть на самый крайний север. Вот, опять же, это и добыча полезных ископаемых, это и доставка туда людей и грузов, то есть это, ну, открывает очень-очень большие возможности. Ну, и потенциал строительства дорог в мире, в принципе, насчитывает до 50 миллионов километров. Вот, в принципе, если мы перемножим 50 миллионов километров, ну, на стоимость одного километра, то мы поймем вообще, в принципе, рынок, потенциальный рынок, который предстоит освоить в 21 веке. И пару слов, да, что даст миру технология Skyway. Ну, понятно, это и совершенный транспорт, это линейные города, которые мы уже помянули, это чистая планета, потому как тоже мы это говорили, что электротранспорт, полная безопасность пути, путешествия без границ, то есть, ну, это такой новый уровень передвижения, то есть, и раньше нам, чтобы добраться в какую-то точку, надо было думать, какой там самолет, там, как там пересадки, как там, все это дорого, долго, есть, допустим, даже вот, порой, вроде бы, недалеко находится какой-то город, ну, допустим, там вот раньше, там Мюнхен возьмем, да, то есть, нет прямого рейса Минск-Мюнхен, вот, приходилось лететь Минск-Москва, потом Москва-Мюнхен, то есть, это долго, вот, а здесь, по сути, когда вот вся система будет функционировать, берешь в руки смартфон, нажимаешь кнопочку Мюнхен, садишься у себя на станции, и транспортное средство везет тебя туда, куда необходимо. Вот, ну, пару слов, это мы обрисовали решение, то есть, в будущем, что это, и вернемся, так скажем, к нашему сегодняшнему дню, то есть, мы обрисовали прошлое, обрисовали будущее, сейчас вернемся к текущему дню, то есть, что у нас сейчас имеется, то есть, у нас сейчас всего 15 этапов строительства, мы сейчас находимся на 14 этапе, то есть, в преддверии 15 этапа, по сути, если сравнить это со строительством многоэтажного дома, то, ну, вот, у нас есть 15 этажей, 14 мы уже построили фактически, вот, сейчас переходим к 15 этажу, то есть, фактически к завершению бизнес-плана, вот, и, по сути, на 15 этапе у нас останется только две задачи, которые необходимо доделать, это достроить 20 километров высоко скоростной трассы, вот, так как я уже говорил, что у нас скорость до 500 км в час, но у нас построен участок всего лишь один километр, вот, и тестируется скорость и пока до 100 км в час, чтобы протестировать скорость до 500 км в час, нужно более длинный участок вот и под это дело необходимо хотя бы километров 20 вот лучше 25 вот и соответственно вот задача на 15 этапа достроить 20 км высокоскоростной трассы где она будет строиться пока еще решается то есть возможно это будет строиться в беларуси возможно будет строить в объединенных арабских эмиратах вот но посмотрим руководство естественно будет смотреть где это будет более эффективно но из практики уже определили что строительство объединенных арабских эмиратах она фактически в три раза дороже чем здесь беларуси поэтому ну вероятно она все-таки будет строиться здесь под минском вот и вторая задача это достроить трассу для контейнерных перевозок точно тоже довольно актуальная задача вот сейчас уже есть в планах на этот год стоит один из адресных проектов длиной 130 километров как раз таки для перевозки для контейнерных перевозок и поэтому прежде чем приступать уже к адресным строительство адресного проекта необходимо достроить вот такой короткий вариант мариной горки чтобы протестировать здесь вот и по только после этого уже масштабировать на на тот регион готовое решение поэтому задача у нас две достроить высокоскоростную и достроить контейнерной перевозки но на и на этой цели необходимо где-то порядка 100 150 миллионов долларов вот ну и принципе эта задача для крауд инвестинга для партнеров которые занимаются привлечением инвестиций что касается так как проект он венчурный вот и ну и венчурный это проект который финансируется принципе вообще любой проект есть инженеры которые рисуют строят есть финансисты которые все это дело оплачивают и финансируют так вот данном проекте финансируем занимаются обычные люди обычные партнеры то есть те которые будут потом ездить на данном вида транспорта то есть каждый человек который понимает необходимость внедрения такого решения у себя в городе в принципе заинтересован в том чтобы это решение развивалась и поддерживать своими финансами поддерживает ну кто как может кто-то поддерживает просто там 50 долларов кто-то 100 долларов кто-то 1000 долларов кто-то ну впрочем в кабелечном кабинете когда где когда вы принимаете решение об инвестициях вы заходите и избираете тот вариант который вам подходит вот естественно и варианты есть как разовый так и в рассрочку то есть все довольно гибко тоже так же как и сам транспорт инвестиции как тоже мести зат懾burnedla и какой вам нравится такой вы выбираете то есть ну в среднем в среднем уже Так, по статистике люди в среднем инвестируют от 500 до 1000 долларов. Ну, это вот на старте. Потом, когда приходит понимание проекта, более глубокое понимание проекта, то тогда люди уже начинают брать на своих детей, на своих родственников, рекомендовать и так далее и тому подобное. То есть это просто надо немножко потихонечку понять. Ну, и одно из предложений, которое актуально на сегодняшний день, это пакет Faces of the Future. Пакет стоимостью 5000 долларов. И у этого пакета есть ограничения. То есть это такой, ну, можно сказать, лимитированный пакет. Он действует до 21 февраля, до 21 февраля включительно. Поэтому если вы... А, и включает в себя не только... То есть здесь повышенный дисконт, повышенный дисконт, но еще и вашу фотографию в Эко-технопарке. Ну, Эко-технопарк вообще красивое место. Вот. И в музее есть отведен отдельный... Целый отдельный этаж. Вот на той станции, которую мы видели, отведен под музей. И в этом музее будут все инвесторы, которые принимают участие, будут помещены их голограммы. То есть вот такие вот большие фотографии, которые будут потом... Останутся на память детям, внукам. И, в принципе, такая гордость для дальнейших поколений. Поэтому вот тоже название нашей темы сегодня было. Как не только выгодно вложить средства, но и в том числе оставить некий след в истории. Поэтому это вот такие пакеты. Очень хороший вариант еще для... Ну, в общем-то, выковечения себя для потомков. Вот. Но обратите внимание, что пакет действует только до 21-го числа. Поэтому если принимаете решение, то тоже учитывайте там необходимость перевода средств, которые может занять время и так далее. То есть пакет стоимостью 5000 долларов. Можно его в рассрочку брать, можно брать целиком. Ну, и почему выгодно поддерживать? Тоже пару слов скажу. То есть, во-первых, это... Прибитаются доли компании со скидкой в сотни раз. То есть, естественно, есть оценка полная. Вот полная оценка проекта. Это 400 миллиардов долларов. Вот. Но, естественно, так как пока этот проект является на стадии строительства, то цена, она ниже. То есть есть такое понятие, как дисконт. То есть сейчас дисконт вот на пакет, 5000 пакет дисконт 100. То есть, по сути, за то, что стоит 1 доллар, покупается за 1 цент. Вот представляете, да? То есть это реальная цена доллара. Вы приобретаете за 1 цент. Ну, правильно говорить, даже не покупаете. А здесь действует тоже юридическая схема. Юридическая схема, она основана на договоре займа. То есть, по сути, идет такое кредитование. Это тоже, кстати, важный момент. Потому что иногда есть негатив в сети, когда говорят, вы там что-то продаете. На самом деле это не продажа. Это идет займ. Займ, конвертируемый, договор конвертируемого займа. Это важно. Приобретаются доли со скидкой в сотни раз номинальной стоимости. Вот доли эти позволяют в дальнейшем получать пожизненные дивиденды. Ну, понятное дело, что транспортная... Если построили дорогу, ну, взять, допустим, даже БАМ, да, вот эта дорога, которая Байкал-Амульская магистраль. Вот она уже сколько, уже десятилетия она функционирует. Вот и, по сути, еще будет функционировать. Вот так же и здесь. То есть, дорога построена единожды, она будет потом десятки лет функционировать и приносить дивиденды. Поэтому каждый инвестор, который поучаствовал в этой строительстве, он будет в дальнейшем получать свои дивиденды. Юридическая защита. То есть, доли находятся в надежной, безопасной британской юрисдикции. Институальная собственность. То есть, группа компаний Skyway владеет исключительным правом на технологию струнного транспорта. Ну, совладение мировой корпорацией. То есть, у компании есть все шансы, чтобы занять свое достойное место на рынке транспортных перевозок, транспорта. Ну, и наследие детям и внукам. Понятно, что все это можно передать по наследству. И, как, допустим, есть примеры инвестиций, допустим, в Соединенных Штатах Америки, когда строили железные дороги, тоже внуки и правовнуки до сих пор получают дивиденды. Там Панамский канал тоже пример такой интересный. Когда рыли Панамский канал, необходимы были инвесторы. Они привлекались со всей Америки. Вот, и в итоге внуки до сих пор получают дивиденды. Поэтому все это, естественно, при успешном внедрении. То есть, проект подразумевает некоторые риски. Вот, ну, естественно, риски, которые были в 2014 году. Ну, вот, и те риски, которые сейчас, это совершенно две разные вещи. То есть, там риски были у нас вот такие, вот, да. То есть, с каждым этапом риски снижаются, снижаются, снижаются. И сейчас уже даже вот в этом году у нас есть три адресных, ну, три, так сказать, наклевываются, ну, и там намечаются, да, в планах на проработку три адресных проекта в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, ну, в принципе, я так понимаю, что у нас, да, тут все. Вот, ну, и если есть какие-то вопросики, пожалуйста, пишите. Вот, я думаю, что у нас, если есть новички, то задавайте вопросы, если у нас тут наши партнеры. Так, ага, Елена написала, вспомнилась, как мы гостили в Экодоме на берегу озера в загородном экопарке. Майонтка Юницкого пели под гитару и любовались с путевыми структурами, мечтали, что Юнифлэш нас скоро унесет в далекие края. Ну, да, да, это было осенью 2019 года. Да, я тоже там был. Не ночевал, но был тогда с вами. Да, и Зоя Предка тоже ответила, что, да, было здорово. Ну, на самом деле, да, сейчас, вот, кстати, фермерское хозяйство, которое находится возле экотехнопарка, оно довольно сильно хорошо развивается. Я вот слежу за ними в Инстаграм, и прям смотришь, и разные у них там есть дни итальянской кухни, дни мексиканской кухни, есть там всевозможные конкурсы. То есть зимой катание на санях, на коньках, если это крещение, то можно, то есть, ну, такое прям место для досуга. Вот, поэтому можно, да, снимать домики там и любоваться рядышком трассы, смотреть, как все это проходит испытание. Вот, в том числе весной, я думаю, что в апреле-майе мы потестируем, съездим с партнерами, потестируем наше транспортное средство, которое называется Unilight. Вот, сейчас покажу его, где-то оно у нас, оно разокрыло. Так. И, надо же таки покажу вам, сейчас, секунду, images. И вот он наш Unilight, ваша удачная рыбалка. Вот он. Синенький для рыбаков в резиновых сапогах с удочками. Он такой высокий, чтобы можно было зайти спокойно со снастями и там разместиться. Так, ну, по презентации у нас, наверное, пока все. По новостям. По новостям. Сразу скажу, что у нас, ну, у нас сейчас уже на дворе февраль, вот, ну, вышла статистика за январь. Вот, она приходит немножко позже, чем все остальное. Вот, и хочу сказать, что белорусы молодцы. Вот, и есть, кто знает из наших партнеров, на сайте есть такой раздел Level Up. Ну, такой своеобразный конкурс по привлечению инвестиций. И в этом конкурсе, ну, участвуют разные страны. Как правило, вот мы видели вот на протяжении всего года Вьетнам и Нигерия. Это самые такие, в принципе, они сейчас находятся на первом-втором месте. Но вот что интересно, в двадцатку выбилась Беларусь, вот, на девятнадцатом месте. Поэтому тоже такое довольно, ну, радостное для, ну, для меня, как для белоруса, и для, как для куратора по Беларуси, по привлечению инвестиций, ну, это радостное событие. Вот, поэтому всем нашим партнерам тоже благодарность. Елена Степина, вам тоже отдельная благодарность. Олегу Тарасову, нашему активному, сегодня он не присутствует, но тоже благодарность. Вот, и, ну, мы все вместе молодцы, вышли, наконец-таки, в рейтинг. Вот, да, да, Елена, круто. Поэтому, ну, в дальнейшем предлагаю поднимать наш номер с девятнадцатого выше и выше. Вот, и обгонять на свете Испания, Колумбия, Нидерланды, Австралия, Камерун. Вот в этом конкурсе, кстати, очень интересные в нем условия. И вот первые десять мест, первые десять мест, участники первых десяти мест получают тоже довольно интересные призы. Вот, ну, денежные призы, естественно. Поэтому тоже принимайте участие в Level Up и участвуйте в этом соревновании. Вот, это пару слов. А, кстати говоря, это по рейтингу Level Up. А еще январь ознаменовался рекордными инвестициями. Было предложение у нас с дисконтом 100. Вот это предложение по промо-купонам. И тоже там очень хороший получился результат. То есть он даже побил рекорды многих месяцев прошлого года. То есть, ну, много новостей было в январе. Может быть, даже это тоже повлияло. То есть много новостей именно из Арабского региона. Вот на предыдущих наших занятиях мы их, с Олегом Тарасом мы их освещали. То есть был довольно, ну, большой шум такой в средствах массовой информации. Но тоже повлияло, естественно, на привлечение инвестиций. Вот, поэтому наши 100 или там 150 миллионов, которые необходимо собрать, будут собираться немножко быстрее. Вот это радует. Дальше. По Faces of the Future я уже сказал. Данный пакет у нас действует до 21 числа. Вот поэтому те, кто планировали взять, планируйте. Вот 21 числа двери закрываются. Осталось не так много времени. Кстати, есть тоже такое... Это пока не точная информация, но есть предположение, еще пока не подтвердилось, что дисконт 100 по данному пакету, возможно, он будет закреплен за человеком до конца 15 этапа. То есть даже несмотря на то, что вы этот пакет выплатите до конца, возможно, вот еще пока не подтвердили, но возможно подтвердят, что дисконт 1 к 100, он закрепится за человеком. Поэтому это очень хорошая характеристика, хороший момент, потому как на 15 этапе дисконты вообще определены по бизнес-плану на уровне 20, 15 и так далее, а тут дисконт 100. То есть это намного больше, чем по плану. Дальше. Что у нас еще? В марте будет у нас еще дополнительный промоушен. Про него, я думаю, что мы поговорим чуть позже. Также у нас еще вышел на сайте фильм с участием Кристиана. Кстати, кто следит вообще за Нигерией? Нигерия такой как бы Африк. То есть тоже смотришь, люди из разных стран. Ну, понятно, мы тут белорусы, мы поддерживаем, мы понимаем. Вот, но лично для меня, и вот я присутствовал у них там даже, например, на перебять, на зумах участвовал, смотрел. Вот, и удивительно, как в Африке тоже, ну, тоже, в принципе, транспортные проблемы. Тоже люди понимают важность, необходимость развития таких технологий. Вот, и там прямо в Нигерии очень-очень большое идет такое движение. Вот, и люди, да, тоже хотят решить свои транспортные проблемы. Вот, поддерживают активно проект. И вышел на сайте фильм про Кристиана. Вот, это, на самом деле, он бельгиец, то есть, ну, по сути, европеец, который отправился в далекую страну, в Африку, амбассадором. Такой посол доброй воли, вот, который и развивает сейчас там регион. Вот, поэтому, ну, тоже такие возможности есть, если у кого-то есть желание ехать развивать какой-то регион. У нас, я знаю, есть много людей из Гродно. Кто-то, может, хочет поехать в Польшу, вот, завоевывать. Поэтому тоже такие варианты возможны. Вот, ну, в принципе, по новостям, наверное, все. Поздравляю, да, еще раз белорусов с выходом в рейтинг. Вот, в принципе, благодарю за ваше внимание на сегодня. Задавайте вопросы, какие есть. Может, кто-то просто хочет поприветствовать, передать привет из какого-нибудь Волковыска или Гродно, или еще откуда-нибудь. Вот, ну, и на этом будем, наверное, закругляться. У нас 50-20-50. Вот, я, наверное, сейчас включу еще в конце. Да, Елена, благодарю. Включу то видео, которое было в начале с Анатолием Юницким. Он расскажет про планы на год. Вот, ну, и, в принципе, будем закругляться. Вот. Было ли вам полезно, было ли интересно? Тоже, может быть, кому-то что-то не понравилось, можете написать. Вот, тогда в следующий раз буду учитывать, вот, и корректировать свое выступление. Вот, ну, сейчас отключим красивую картиночку, такую зимнюю. Зима у нас в этом году была снежная, красивая. Вот, ну, и вот так вот выглядит сейчас все это. Да, Зоя, благодарю вас тоже. Очень интересно, спасибо. Рассказывайте вашим знакомым, делитесь, не жадничайте. Вот, рассказывайте, да, просто, ну, даже, просто рассказывайте, просто делитесь. Не надо ничего, даже, то есть, продажи, не продажи, просто рассказывайте, что есть такое, есть такие возможности, есть такие технологии, вот. И даже вот люди, иногда смотришь, есть люди, которые знают про Skyway, есть люди, которые не знают про Skyway. И те люди, которые не знают, ну, порой у них даже такое, ну, как немножко апатия, то есть смотрят в будущее без какого-то, ну, без какой-то надежды, без, ну, без какого-то, ну, вот, ну, что там будет впереди, непонятно. Кризис, не кризис, обвал, не обвал. То есть, ну, и как бы живут в таком вот мире, ну, немножко грустным, с серыми красками. А люди, которые про Skyway знают, они знают про перспективы, знают, что технологии не стоят на месте, что меняется не только виртуальная жизнь, вот как вот в телефоне, да, сейчас, по сути, все меняется, очень много, какие-то новые приложения, там, новые какие-то штуки в интернете, то есть, ну, не связанные, мало связанные с реальной жизнью. Вот, а здесь конкретно реальная жизнь, то есть, изменение, то есть, возможность просто жить по-новому, передвигаться по-новому, то есть, то, что может дать толчок, в принципе, всему. И люди, у них, соответственно, и мышление другое, и, ну, по-другому видят, и, ну, более светлый взгляд. Да, Николай, благодарю, предельно лаконично и понятно. Так, надо обязательно мечтать, я уверен, что Skyway на тысячу процентов время наше пришло. Да, да, у Вселенной есть планы на нашу технологию, поэтому, да. По токенам обменяем и по блокчейну новости скоро. Да, по токенам и по блокчейну новости будут. Вот, я думаю, что их осветит либо Владимир Маслов, либо Алексей Суходоев. И мы можем осветить, то есть, посмотрим. Вот, ну, пока, пока эту тему еще рановато, вот, но сейчас ждем новостей от головной компании, которые этим занимаются. Вот, поэтому новости будут, будем следить. Да, Ольга, вас тоже благодарю за вопросы. Вот, ну, в принципе, делитесь, поддерживайте, вот, вместе построим и будем наслаждаться плодами наших трудов. Вот, ну, наверное, напоследок сейчас включу тогда видео. Вот, помните, 21 число, это у нас заканчивается в Faces of the Future. И включаю финальное видео. Да, Александр, тоже вас благодарю. Так, включаю результаты и перспективы. Очевидно, что и то, и другое, ну, цели краткосрочные. Вероятно, в современном мире иначе быть и не может. В любом бизнесе планы составляются максимум на 5, в исключительных случаях, ну, на 10 лет. На государственном уровне горизонт планирования, как правило, также не превышает 10-летнего периода. А что будет через 10 лет? А через 20? Посмотрим по ситуации. Вот такой ответ традиционный. Раньше такой подход еще мог, хоть как-то работает, но чем дальше, тем он больше оказывается несостоятельным. При текущих темпах потребления индустрии, ресурсов нашей планеты, через несколько десятилетий мы можем обнаружить, что земная биосфера будет просто уничтожена. Уже сегодня в Европе, и не только в Европе, не осталось здоровой почвы и чистой от химикатов, пригодной для питья воды. Воздух также повсеместно отравлен. Каким же образом все эти цифровые таблетки от цивилизационных болячек и технологические костыли, призванные улучшить нашу жизнь, на чем и сосредоточились современные инженеры, смогут решить глобальные проблемы человечества, в первую очередь экологические проблемы? Ответ прост. Никаким образом. Они никаким образом не решают эти проблемы. Поэтому важнее найти решение проблем оптимизации материального производства и потребления, а не цифр. Это позволит значительно сократить масштабы загрязнения природы. Правда, население планеты при этом также будет расти, и потребности будут расти, как и индустрия их обслуживающая. В коем случае, даже при улучшении всех и всего материального на свете, ситуация будет только ухудшаться. В 2020 году с его потрясениями все увидели, что необходимо не улучшать существующую, не оптимальную и неправильную реальность, а радикально менять абсолютно все на то, что является оптимальным и правильным. Города, заводы, фабрики, электростанции, дороги, сельскохозяйство, политическое устройство, отношение к природе и биосфере планеты, в которой, собственно, мы и живем, все это устроено не так, как могло бы быть. В первую очередь нужно менять транспортно-логистическую инфраструктуру в столетней давности. Именно этим мы все и занимаемся. При этом, разумеется, не остаются в стороне и достижения цифровой эпохи, которой мы также активно пользуемся. Мы добились больших успехов в разработке систем машинного зрения. В проектировании и производстве внедряются элементы индустрии 4.0. Дополненная реальность, облачные технологии, технологии обработки больших объемов данных. Наши струнно-транспортные системы роботизированы и соответствуют всем критериям умного транспорта. Они могут стать основой формирования инфраструктуры умных городов будущего, так называемых линейных городов, и интернета вещей. Для передачи защиты данных мы используем технологии блокчейн. Таким образом, струнная технология – это та сфера, в которой возможности современной техники получают полноценную, масштабную и осмысленную реализацию. Они выглядят как набор неких разрозненных новшеств, направленных только на удовлетворение ограниченных потребностей людей. В первую очередь, потребностей развлекательного характера. То, что создается нашей компанией, это, как вы увидите, стержневая базисная технология, альтернативы которой на сегодняшний день в мире просто не существует. Мир скоро и неизбежно должен перейти на транспортные системы второго уровня. Я не всегда был точен в прогнозах относительно времени, в которое должны были произойти те или иные события. Ну, все выступали обстоятельства, которых никто не мог предвидеть, в том числе и я, так называемый форс-мажор. Я никогда не ошибался в сути событий, и все предсказано мной, сбывалось чуть раньше или чуть позже. Также сбудется и то, что касается моего предсказания о судьбе транспортной инфраструктуры на нашей планете. Я абсолютно в этом уверен, хотя и не буду называть какие-то точные сроки. Для такой уверенности у меня есть целый ряд весомых причин. Назову некоторые из них. Первое. Принципиально невозможно устранить проблемы современного наземного транспорта, размещенного на первом уровне, то есть на поверхности Земли, которые особенно проявились в ходе массовой автомобилизации и с которыми связан колоссальный и все возрастающий глобальный экологический ущерб. Второе. Многочисленные преимущества струнно-транспорта по сравнению с существующими системами в отношении их эффективности, экономичности, безопасности, скорости движения и так далее. А в частности, мы сможем спасти, и это очень важно, в 21 веке от гибели на дорогах десятки миллионов человеческих жизней. Сотни миллионов человек не станут инвалидами и калеками. Не будут сожжены десятки миллиардов тонн топлива и не будут выжжены из земной атмосферы сотни миллиардов тонн живительного кислорода. При этом в качестве бонуса землепользователям на всех континентах будут возвращены земли, сегодня закатаны в асфальт и похоронены под шпалами. Это площадь пяти таких стран, как Великобритания. Третье. Наличие сегодня у нас обученных кадров и необходимой инфраструктуры для старта продаж инновационных транспортных комплексов сразу в нескольких регионах мира, испытывающих потребность в подобных решениях. На последнем остановлюсь отдельно, так как за 2020 год, воспользовавшись бизнес-паузой, на которую мир был поставлен в пандемию коронавируса, мы здесь существенно продвинулись. Входим в Новый год совершенно новой, приближенной компанией, под новым технологическим брендом, с новыми планами, идеями и возможностями. Сегодня в нашем распоряжении имеются две гемонтационно-сертификационные площадки, где мы показываем заказчикам свои транспортные решения, адаптированные под различные экономические и ландшафтно-климатические условия. Мы научились проектировать и научились строить. Создали собственную инженерную школу по струнным технологиям Юницкого. Отлаженность системы взаимодействия внутри команды. Разработан и опробирован набор типовых решений под ключ. Мы имеем готовый коммерческий публикатный продукт, в котором можно быть уверенным на все 100. Сформулирован первичный пакет проектов, над которыми мы работаем. Их мы отобрали из более широкого списка, как наиболее перспективные с точки зрения статусности и, разумеется, прибыльности. Ведь мы не забываем, что помимо экологической миссии, у компании есть обязательства перед инвесторами. Они должны получать доход. Надо сказать, что многое в процессе работы над созданием нашего продукта, струнных транспортных систем, было отброшено и кануло в прошлое, сыграло свою роль в истории становления технологии. Наше первое далекое совершенство машина – Юнибайк. Теперь стоящее в моем кабинете. Да, и было бы странно, сложись оно иначе. Как если бы Форд до сих пор выпускал с конвейера свою первую модель Т, а в авиации использовалась бы летающая этажерка братьев Райт. Продестировав более десятка принципиально разных транспортных средств, мы пришли к балансу, взяв от каждого образца лучшее, что удалось реализовать в нем. Отбросив все то, что показал себя не лучшим образом. Те машины, что мы проектируем, собираем сегодня, которые повезут пассажиров по первым коммерческим маршрутам, они совершенно другие. Не изменилась только принципиальная схема. Еще раз повторюсь, что мы намеревались выйти на большие проекты гораздо раньше. Это 2018-2019 годы. Говорят же, хочешь насмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Каждый раз возникали препятствия, вместе с тем открывались и новые возможности. У Всевышнего свои планы, и всему сущему есть свои сроки. И струнный транспорт в этих планах точно есть. Так, в определенный момент времени мы пришли со своей технологией в Объединенные Арабские Эмираты. В уходящем году завершилось строительство первого предшеструнного комплекса в городе Шаржа со всей транспортно-логистической инфраструктурой, а не, как там пресса сообщала, построили просто эстакад. Там вся инфраструктура была построена, необходимой для городских перевозок. Построенный городской комплекс является частью более масштабной транспортно-инфраструктурной инновационной площадки, которую мы создаем на территории этого эмирата и научно-исследовательского технологического парка Американского университета в Шаржа. Другие проекты, о которых я сказал, находятся на разных стадиях готовности. Сообщать подробности о них пока рановато. Можно лишь констатировать, что их становится все больше. Растет интерес у заказчиков. Это начинает происходить лавинообразно. Пандемия 2020 года обострила назревавшие долгое время проблемы цивилизации. Для многих только теперь из-за возникших обстоятельств стали актуальными те вопросы, которые лично я задавал себе, наверное, лет 40, а то и более назад. В сегодняшний день у нас уже есть и ответы на эти вопросы, и конкретные решения. Например, прежде заказчиков интересовало, в первую очередь, сколько же пассажиров сможет вместить в ваш подвижной состав. И традиционная логика подсказывала, чем больше, тем лучше. Теперь они хотят транспорт с салоном небольшой вместимости на 4-6 человек, на одну семью, как и у обычного легкого автомобиля. Ровно то, что реализовано у нас. Хотя мы уже делаем машины и на 25, и на 48 мест. Рибусы малой вместительности в глобальной перспективе будут не только более безопасны с эпидемиологической точки зрения. Их использование позволит повысить гибкость и адаптивность логистики, улучшить комфорт, так как у каждого пассажира появится личное пространство в общественном транспортном средстве. То, что не может дать ни пользу, ни автобус, ни трамвай, ни самолет. При этом станцию можно делать меньшими по размерам, а путевую структуру на втором уровне более легкой, чем этого требует подвижной состав большой вместительности. Чем большая вместительность, тем тяжелее, тем будет дороже и сложнее путевая структура. В целом, такая система получается более эффективной и более экономичной. И опять же, мне это было ясно давно. Большинству заказчиков стало ясно только теперь. И на сегодняшний день они не найдут на рынке других таких предложений, как наши. Поэтому они и идут к нам в это здание, в этот кабинет. Есть еще одна, пожалуй, самая важная причина моей уверенности, неизбежной и скорой трансформации в мировой транспортно-логистической системе. Структурный транспорт – это часть глобальной программы, альтернативой которой на сегодняшний день могут быть и могут выступать только разного рода сценарии суицида. Для цивилизации имеется в виду суицид. Это, например, граничащая с бредом, по моему глубокому убеждению, идея колонизации Марса. Некоторые американцы открыто заявляют, что мечтают умереть на этой чужой и прожебной планете, только чтобы нет удара его поверхности при посадке космического корабля. С билетом в один конец стоимостью порядка миллиона, миллиарда долларов. Убежден, что с помощью струнных технологий, а не космических кораблей, бороздящих просторы Вселенной, гораздо эффективнее и разумнее было бы осваивать наш шестой материк – Антарктид. Там есть, по меньшей мере, земной воздух, в котором можно дышать, земная вода, которую можно пить, и земная еда, которую можно есть. Все то, что в течение 4 миллиардов лет эволюции жизни, собственно, и сформировало биосферу планеты Земля и, собственно, человеческую популяцию, неотделимую от биосферы и, кстати, не самую важную ее часть. Еще один пример обстоятельства, которое продемонстрировал 2020 год, и которое до этого большинство просто отказывалось видеть. Проблемы, связанные с экологией, такие как пандемия и изменение климата, касаются всех стран. Всех без исключения, богатых и бедных, развитых и развивающихся. А значит, цели, интересы у всех стран также должны быть общими, а не так, как теперь, когда каждый сам по себе, когда становится нормой ради своей личной выгоды и не считаться с интересами других. Я об этом заговорил еще лет 40 назад. Планета Земля – наш общий дом. Даже не дом, а одна большая-большая комната, где нет даже перегородок. Если мы не научны жить в этом общежитии с миллионами видов других живых организмов, других живых существ, более значимых для биосферы, чем мы, и будем продолжать их убивать по 30 тысяч видов ежегодных, вдумайтесь в это, по 30 тысяч видов ежегодных. Как сейчас, то очень скоро погибнем и мы. Один из видов живых организмов, убитых нами же. Как и плесень чашки Петри, которая неизбежно погибает, съев все ограниченные ресурсы и загадив ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности. Это еще один пример, который я очень часто привожу. Основой современной постиндустриальной экономики, где, как мы видим, на более заметную роль играет производство информации и ее потребление, все же является материальное производство. Это электроэнергетика, транспорт, топливо, химическая и нефтехимическая преимущественность. Это металлургия, мощностроение, в конце концов, всехозяйственное производство, ну и так далее. Даже при максимальной оптимизации с применением самых современных цифровых технологий, такое материальное производство не может быть безотходным. А цивилизация не может развиваться без наращивания производства. Необходимы, принципиально, новые инженерные решения. Необходимо разделить биосферу и техносфер, вынести индустрию в ближний космос, а планету оставить для природы и для человека. Это позволит сделать другое мое изобретение, связанное со струнным транспортом в рамках той глобальной программы преобразования мира, о которой я говорю. Это общепланетарно-транспортное средство. Струнный транспорт – линейные города, построенный вдоль высокоскоростных магистралей. Общепланетарно-транспортное средство и космическая индустрия, которая решит все экологические проблемы и предоставит возможности неограниченного развития цивилизации на тысячи лет вперед. На мой взгляд, это достойная цель для всего человечества. Я не вижу другой, более достойной и даже просто равной по значимости программы. Не все, чего люди смогли добиться до настоящего дня, все достижения науки и техники, политики, экономики, даже искусства, получают смысл и значимость. Ведь если у человечества не будет будущего, то и бессмертие творцов великих произведений не будет стоить и гроша. А все мы – пыль во Вселенной. Но благодаря моей созидательной программе мы можем избежать этой печальной участи. Я уверен, что между жизнью и смертью люди выберут жизнь. А потому с каждым днем мы становимся ближе к этому прекрасному будущему, в котором человек будет жить в гармонии с природой. И я поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом и с новым шагом на пути к этому будущему. С Новым 2021 годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова